Эфиопская народная сказка. Сказка, которую следует запомнить. Жили два брата. Они были так дружны, что не могли провести друг без друга ни одного дня. Поэтому они сообща построили себе дом, чтобы никогда не разлучаться. Купили в складчину одного осла и вместе занялись торговлей. Скромные доходы они делили поровну, и вражда никогда не заглядывала в их жилище. Но случилось как-то, что младший брат нашел в земле клад. Клад нашел, а голову потерял. Все возьму себе, думает младший брат. Я разыскал, значит, все мое. Старшему ничего не дам. Он построил себе новый дом и стал жить отдельно. Своего бедного брата он и знать больше не хотел. И уж до того сделался скупым и жадным, что даже заплесневелую лепешку никогда не выбрасывал. И вот однажды он пришел к бедному брату и сказал. Я хочу сломать наш старый дом и взять свою половину. Пригодится мне в хозяйстве. И нашего осла я хочу зарезать и тоже взять половину. Осел хоть и тощий, а все-таки собакам кое-какой корм будет. Бедняк услышал эти слова и упал к ногам своего богатого брата. Не губи меня, просит. Не делай задуманного. Оставь мне этот дом и этого осла. Но богатый брат сказал. Нет, не оставлю. Я хочу получить то, что принадлежит мне. Тогда бедняк сказал. Хочешь, я заплачу тебе за твою половину дома и за твою половину осла. Но богатый брат сказал. Нет, не хочу. То, что принадлежит мне, мое. А то, что мое, я возьму себе. Бедный брат сказал. Это несправедливо. Пойдем к судье и пусть он рассудит нас. И они отправились к судье. Господин, сказал бедный брат, выслушай нас и рассуди по справедливости. Мы два брата. Мы жили в бедности и все делили поровну. Только и было у нас богатство дом и осел. Дом мы вместе своими руками построили. Осла вместе на общие деньги купили. Теперь мой брат разбогател. Он построил себе новый дом такой, что самому Негусу не было бы стыдно в нем жить. У него теперь стада в сотни голов. А он хочет разрушить наш старый дом и взять свою половину. Хочет зарезать нашего осла и тоже взять свою половину. Я просил его оставить мне дом и осла, но он говорит, нет, не оставлю. Я хотел заплатить ему половину дома и за половину осла, но он говорит, нет, не согласен. Поэтому я привел его к тебе, чтобы ты рассудил нас. Да не покинет тебя справедливость. Судья выслушал бедного и повернулся к богатому. Что ты можешь ответить на его слова? Богатый сказал. О, мой господин, твоя мудрость не знает конца. Скажи мне, разве не волен каждый делать со своим добром то, что он хочет? Я ведь не прошу, чтобы брат отдал мне то, что принадлежит ему. А он посягает на то, что принадлежит мне. Разве это справедливо? Судья сказал. Ты прав. Никто не может помешать тебе распоряжаться твоим имуществом. Поэтому иди и делай то, что задумал. Сломай ваш дом, зарежь вашего осла. И пусть каждый получит свою долю. Это будет по справедливости. А бедному судья сказал. Ты не должен мешать ему. Братья поклонились и ушли. Бедный с великой печалью в сердце, богатый с великой радостью. Бедный сказал. Это приговор неразумного судьи. Богатый сказал. Как решил судья, так и будет. Поэтому он зарезал осла и разделил его на две равные части. А потом позвал своих слуг и приказал их дом ломать. Тем временем бедный брат вынес из своей половины всю утварь и стал поджигать дом. Богатый увидел это и сказал. Ты не смеешь поджигать дом, потому что может загореться и моя половина. Бедный брат сказал. Кто может помешать мне распоряжаться моим добром так, как я хочу? Я хочу сжечь свою половину дома и на этой земле посадить бобы. Тогда богатый брат сказал. Это несправедливо. Пойдем к судье. Пусть он решит спор. Как он скажет, так и будет. И они опять отправились к судье. Богатый брат поклонился ему и стал рассказывать все, что уже рассказано. Судья выслушал его и говорит. То, что я сказал в прошлый раз, то скажу и теперь. Всякий волен делать со своим добром то, что хочет. Ты волен ломать дом, чтобы взять свою половину. А твой брат волен поджечь свою половину. И ты не должен мешать ему. Потом судья повернулся к бедняку и сказал. Иди и делай то, что задумал. Братья ушли. Богатый сказал. Это приговор неразумного судьи. А бедный сказал. Как решил судья, так и будет. И он сжег половину своего дома, а вместе с его половиной сгорела и другая. Та, которая принадлежала его богатому брату. Потом бедняк вскопал землю и посадил бобы. Когда бобы выросли, сын богатого брата сорвал с грядки несколько стручков и съел их. Бедный брат поймал его, привел к отцу и сказал. Твой сын съел пять моих бобов. Поэтому хоть убей его, но отдай мне мои бобы. Богатый стал просить. Я дам тебе другие бобы вместо тех, которые съел мой сын. Но бедный брат сказал. Нет. Я хочу получить свои бобы. Богатый упал перед ним на колени и сказал. За пять твоих бобов я верну тебе пять полных мер. Но бедный сказал. Нет. Мне не нужны твои бобы. Не пять мер, не десять. Мне нужны те, которые съел твой сын. Тогда богатый брат опять пришел к судье искать справедливости. Судья выслушал его и сказал. Каким был мой приговор, таким он и останется. Всякий волен поступать со своим добром так, как ему вздумается. И когда твой брат говорит, я хочу, чтобы мне вернули мои бобы, зачем ты заставляешь его брать вместо своих бобов твои? Убирайся и больше не приходи ко мне. Братья вернулись домой, бедный с великой радостью в сердце, богатый с великой печалью. Богатый позвал к себе всех самых старых и почтенных жителей села и стал просить их вступиться за его сына. Он обещал отдать брату половину своего богатства, лишь бы только брат смилостивился и оставил его сыну жизнь. Старейшины пошли к бедняку. Бедный сказал. Мой брат убил бы моего сына даже из-за одного бобового зерна. Но я его сына убивать и не думал. Я только хотел проучить своего жадного брата. Ребенок остался жив, а бедняк разбогател. Так рассказывают. И тот, кто узнает эту историю, пусть запомнит. Если бросишь камень вверх, он упадет тебе на голову. Если позаришься на чужое, потеряешь свое. Если задумаешь злое дело, оно принесет сначала несчастье другому, а потом еще большее несчастье тебе самому.